Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры и гости канала, и всех, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это наша Игра День, и мы сегодня играем в игрушку Get Access. Продолжаем, в общем-то, её проходить, поэтому, ребят, вначале жмите лайки, обязательно подпишитесь на канал, напишите комментарии, и если вы игрушку хотите скачать, то все ссылочки здесь есть в описании. Итак, ну что ж, поехали, ребят, мы находимся в нашей лаборатории, вот так вот она выглядит, в принципе, вы, наверное, её уже много раз видели. И, кстати, смотрите, здесь вот получилась такая вот штучечка новенькая, которую мы должны собирать. Так, нужны ещё части от двигателя. Сейчас мы должны добыть некий двигатель, который должны собрать, и давайте посмотрим, может быть, мы уже что-то сможем положить. У меня есть, в принципе, вот такой вот корпус двигателя Т9, давайте попробуем его переместить, отлично. Так, ну что, ребят, вот, в принципе, уже здорово, я на самом деле даже не знал, что здесь есть такая штука, только что заметил. Всё идёт именно в лайв-формате, поэтому, если я что-то туплю, ребята, учитывайте, что я вместе с вами, в общем-то, впервые игрушку прохожу. Так, окей, мы поставили первый такой основной блок, и, в принципе, в принципе, это всё. Дальше нужно ещё искать, вот, я думаю, много нужно находить элементов. Ну, в принципе, эту комнату мы видели уже много раз, тут, в принципе, смотреть-то и нечего, поэтому давайте пойдём дальше. Хорошо, итак, что, на что мы, на чём мы остановились в прошлый раз? Мы остановились в прошлый раз на этой комнате с подвалом, потому что мы не смогли, в общем-то, разгадать загадку. Тут, в принципе, есть вот такая вот ультрафиолетовая лампа, которую мы поставили, и у нас есть вот такая вот подсказочка, собственно... Собственно, так, давайте немножко я убавлю, подсказочка, собственно, с фигурами вот этими, получается, которые мы должны, получается, в правильном порядке, наверное, сделать. Я думаю, сначала должен быть треугольник, шестиугольник, звезда, потом вот этот ромб и так далее. Но давайте попробуем это сделать, нам нужно сейчас, получается, вот эти самые вентили в нужном порядке крутить, чтобы остановить вот этот вот пар, который у нас идёт и никак нам не даёт, собственно, пробраться вот к этой двери. Тут же у нас есть ещё вот этот компьютер, который мы тоже должны как-то взломать, пока не знаю, как это сделать. Итак, ну что ж, давайте посмотрим. Вначале у нас идёт треугольник, потом идёт такой вот шестиугольник. Так, давайте, крутим треугольник. Теперь нужно найти шестиугольник. Так, а где он, интересно? Это не то. Ага, вот. Так. Шестиугольник крутим сразу, можно заметить, что пар уже у нас стал уменьшаться, это классно. Так, дальше, звезда и ромб. Так, звезда. Так. Так, я думаю, что мы сейчас движемся в правильном направлении, потому что сам этот самый пар у нас уменьшается. Это хороший знак. Давайте смотреть дальше. Дальше у нас циферка 2. Правильно ведь я понимаю? Она, по-моему, здесь. Так. Что дальше? И дальше мы всё сломали. Нет, не получилось. Давайте смотреть ещё раз. Начнём с треугольника. Треугольник. Так. Дальше шестиугольник нам нужен. Так. Шестиугольник. Даже по звуку видно, что пар у нас уменьшается. Это здорово. Так, дальше у нас звезда. Давайте повнимательнее. Так, звезда. Дальше ромбик. Вот, вот, отлично. После ромбика... А, ну да, после ромбика-то идёт квадратик, получается. Так, а где этот самый квадратик? Давайте искать. Так, тут треугольник. А квадратик-то вообще... А, вот и квадратик. Так, супер. Мы почти справились. А теперь нужна, получается, двоечка. И, в принципе, вроде как всё. Давайте посмотрим. Ну что, красавчики. Мы, наконец-то, остановили вот этот самый пар. И теперь мы можем перейти вот к этому компьютеру. О, ну вот тут пока непонятно, что с ним делать. Давайте пока оставим. Нужно будет в следующий раз этот компьютер нам взломать, чтобы сюда, собственно, проникнуть. Ну, хотя бы с паром разобрались. Уже хорошо. Уже неплохо. Давайте смотреть, что у нас дальше. У нас есть вот такой вот элемент. Это фильтр второй ступени. Мне кажется, это к тачке нам нужно его сейчас поставить. Погнали. Так, оп. Мы же отсюда пришли. Давайте вернёмся, вернёмся к бармену, да? И к тачке пойдём. Вот наша машина времени. Это, мне кажется, вот сюда нужно поставить. Да. Прекрасно. Потихонечку машину мы тоже собираем. Так, у нас есть ещё вот такая вот пустая капсула. Я, правда, пока не понял, для чего она нужна. Есть ещё контроллер двигателя Т9. Кстати, его, наверное, нужно было поставить там, где мы на столе всё собирали. Я думаю, наверное, где-то там надо было... Не где-то там, вернее, а там же нужно было его и поставить. Поэтому, наверное, попозже туда вернёмся. Так, хорошо. Так, что у нас здесь? Комната 103. Давайте ещё раз посмотрим. Здесь, в принципе, мы уже всё открыли. Всё, что можно, как мне кажется. Так, картина с закатом. Тут циферка 7. Подсказочка такая имеется. Так. Комната 102. Тут, смотрите-ка, есть какой-то код. 4635. И вроде бы всё. Так, лифт. Не могу открыть, а чтобы добраться, нужен лифт тул. А, ну вот же он получается. Да-да-да, давайте его сейчас используем. Оу, классно. Мы сейчас, походу, ещё и лифт сможем открыть, надеюсь. Так. Если мы сейчас, конечно, починим этот самый лифт, посмотрим, что здесь. Ага. Здесь вот такой вот механизм. Так. Не знаю, я починил его, нет? Тут мы его-то пароль можем ввести, судя по всему. А, смотрите-ка, вот есть пароль 4635, да? Ну-ка, давайте-ка попробуем его ввести. 4635. Офигеть, ребят, мы только что открыли этот самый лифт. Классно. Давайте посмотрим. Так. Если честно, я ожидал как-то большего здесь увидеть. Здесь чисто комната с одной кнопкой. Давайте нажмём. Так. Какие-то странные рубильники. Ага. Мы открыли рубильник, у нас появились сверху циферки. Один, два, три. Рубильник. Цифры. Ага. Тут явно какой-то код надо будет сейчас вводить, чтобы нам открыть следующую ступень. До цифр-то мы добрались. Но, кстати, я эти цифры где-то видел уже. Надо сейчас подумать. Так. Вот открываются цифры. Тут явно нужен какой-то шифр нам сейчас указать. Но давайте пока отсюда выйдем. Посмотрим, где эти цифры можно найти. Пока непонятно. Их там всего три получается. Нужно, на самом деле, в этой игре постоянно искать подсказки. Тут всё на подсказках заточено. Так что нужно, ребята, быть максимально внимательным здесь. Но здесь, мне кажется, уже ничего не будет. Один, два, три. Там вот, конечно, был такой вот подсказка один, два, три. Но, мне кажется, это, наверное, всё-таки не то. Вообще, получается, знаете, какая вещь? Тут есть ещё цифры. Возможно, в этом лифте, вы же сами видели, там, получается, три есть элемента. Возможно, здесь разные ещё этажи есть. Вот сейчас я вижу шестёрку. Надо вот собрать остальные цифры, чтобы нам на другие этажи по этому лифту мы могли передвигаться. Я более чем уверен, что это так. Так, давайте попробуем вот эту темку ещё поставить. Вот этот контроллер двигателя Т9, он, наверное, тоже сюда ставится. А, нет. Нет, смотрите-ка, не сюда. Окей. Давайте попробуем, знаете, сейчас что сделать? Вот, смотрите, вторая цифра 6. Так, вот 6. Вторая цифра. Здесь у нас... Здесь у нас пока ничего. Так, вторая цифра 6. Запомнили. Надо, на самом деле, в этой игре какой-нибудь листочек брать и выписывать эти цифры, потому что по-другому здесь очень сложно запоминать. Так, вторая цифра 6. Здесь вроде никаких больше паролей у нас нету. Ладно. Давайте посмотрим 103-ю комнату. Я точно где-то видел эти цифры ещё. Пошлите-ка в бар. Так. Нет, тут тоже ничего нету. Никаких книжек и так далее. Ничего. В самом салоне, может быть, что-то поставить хотя бы можно. Нет. Так, это обычная листовка. Тут ничего нету. Так. Ну, ладно. Получается, мы пока только одну цифру нашли. Что-то я думал, что их больше. Надо ещё поискать. Я уверен, что где-то есть ещё цифры. Надо с ними разобраться. Ну, либо вот с этими римскими цифрами тоже нужно подумать, потому что... Явно где-то должна быть подсказочка, что с ними делать. Вот тут есть что-то больше трёх. А так, видите, здесь есть, получается, три типа этажа, что ли, или что-то типа того. Так, здесь что у нас? Нет, здесь ничего интересного. В баре мы уже побывали. Так. Пока, получается, только одну цифру шесть мы нашли, да? Вот эту вот вторую. И всё. Может, я что-то затуплю, я не знаю. Но мне кажется, я где-то видел эти цифры. Так. Да, игра, конечно, не из простых, говорю сразу. Так, что у нас здесь? Давайте будем сейчас всё внимательно-внимательно смотреть ещё раз. А, вот, вторая цифра, семь. Надо запомнить, что первая цифра, вернее, семь у нас получается. Вторая пока неизвестна, третья шесть. Семь и шесть. Давайте-ка, знаете, я сейчас даже себе сейчас буду куда-нибудь это выписывать в блокнотик. Вот так вот. В блокнот я себе это записал. Первая цифра семь, вторая неизвестна, дальше шесть. И дальше снова неизвестна, что за цифра такая. Так. Тут больше бы... Тут вроде бы больше ничего нет. Давайте дальше посмотрим. Так, тут девять-девять есть. Девять-девять непонятно. Отчего. Кстати, я неправильно сказал. Вторая у нас цифра шесть, а не третья. Получается, вторая шесть и дальше неизвестные цифры. Давайте смотреть дальше. Сейчас всё внимательно поищем, ребят, ещё раз. Пройдёмся по всей карте. Погнали в подвал, ещё раз подвал. Внимательно посмотрим. Может быть, какую-нибудь зацепку или ещё что-то мы найдём. Кстати, вот код. Два-девять-ноль-четыре. Давайте, я сразу не буду стараться запомнить. Это, я думаю, второй... Это, я думаю, ещё один этаж. Ну вот, видите, мы сразу ещё один шифр нашли только что с вами. Два-девять-ноль-четыре. Отлично. Погнали, сразу его проверим. Будем надеяться, что он сработает. Так, поехали. К нашему лифту. Два-девять-ноль-четыре. Да, отлично. Мы только что нашли доступ ещё в один этаж. Давайте смотреть. Это площадка для доставки, что ли, для чего? Так, смотрите-ка. Зашифрованный код, часть-три. Тут какие-то есть иероглифы. Я пока не понимаю, зачем это и что это такое. Ладно. Ещё один. И ещё, да? Я так понимаю. Окей. Ну и тут явно надо сейчас будет разгадывать вот эту вот загадку. С этими самыми иероглифами. О-о-о-о. Так. Часть четыре. Ну понятно. Тут получается четыре части этих иероглифов. Давайте посмотрим. Первая часть. Кружочек плюс кружочек равно палочка с такой штукой. А если просто... Так, смотрите-ка. Так, подсказку нажал. Кружочек и кружочек. Угу. Тут явно сейчас была такая штука в квадрате, типа, да? Ну не в квадрате только, а в степени этого кружочка. Тут математическая задача, ребят, надо подумать. Так. Давайте посмотрим ещё раз первую часть. Начнём с первой части. Кружок плюс кружок. Это палочка и как бы угловая, да? Такая штука. Надо получается каждой фигуре определить, что это за цифра. Офигеть. Ну это сложно на самом деле. Я, наверное, подумаю, попытаюсь это сам разобраться и потом вам покажу, какая тут идея. Вообще в этой игре, кстати, есть подсказки, которые вы можете заюзать, если вам что-то не получается сделать. Я пока проходил, уже использовал их раза три примерно до этого момента. Ну, вот так. Но вообще можно по хардкору проходить без подсказок. Пока я не буду сразу подсказку искать. Уже приятно, что мы открыли два этажа. Ещё нужно один открыть. И мы пока знаем только две цифры из этого кода. Нужно постараться найти ещё две. Уже было бы неплохо. Давайте быстренько мы исследуем ещё раз все комнаты. Я прям любительно говорить начал. Так, смотрите-ка. Тут колесо у нас. Колеса нету. Уверен, что эти цифры где-то в очевидном месте находятся. Я просто слепой их не вижу. Оф, ну ладно. Короче, в следующий раз продолжим. Два этажа открыли, пар остановили. В принципе, неплохо, учитывая, что ещё лифт починили. Сегодня мы молодцы. Давайте быстренько партия в полибус отдохнём. А потом уже будем заканчивать. Ребята, напишите в комментариях, как вам играушка. Качать её по ссылочкам в описании. Ждите от меня ещё летспейтчиков. Я постараюсь её пройти. Сделаю всё для этого. Это будет непросто. Ну, если даже что-то затуплю, буду, значит, юзать подсказки. Потому что игра мне нравится. Я бы хотел её пройти. Мне просто уже, ну, интересно это сделать. Потому что игрушка, ну, реально клёвая. Я давно не играл в подобное, в принципе. А тут ещё и на мобилке. Поэтому это, на самом деле, очень сильно радует. Вот, ребята, как-то так. Но я ещё и заговорился в полибусе. Проиграл. Ладно. С кем не бывает. Ладно, ребята, жмите лайки. Подписывайтесь на канал. И скоро будет ещё много всего интересного. До встречи. Пока.